всем привет друзья это готовим с вами на моей кухне закончились вкусняшки так уж у нас принято все привыкли что обязательно к чаю у нас что-то должно быть вкусненько и поэтому мне нужно срочно быстро что-нибудь вкусненькое приготовить и желательно чтобы было экономно из того что есть у меня на кухне я могла бы приготовить пирог но его время выпекания в два-три раза дольше чем печенье поэтому мой выбор сегодня очевиден это будет шикарное мягкое яблочное печенье на скорую руку для его приготовления я взяла два яблока два лица муку сахар сливочное масло разрыхлитель корицу и соль я планирую что это будет очень вкусное мягкое печенье рассыпчатая с яблочком и невероятным ароматом корицы как вы видите все ингредиенты очень простые самые обычные яблоки мука яйца сахар масло это все что у меня было в холодильнике я вам говорю честно я ничего специально не покупала но из этого всего получится очень очень вкусное печенье давайте уже приступать приготовлению в миску разбиваю яйца добавляю к ним сахар и щепотку соли обязательно для баланса вкусов взбиваю миксером до пышной светлой пены затем добавляем растопленное и остывшее сливочное масло перемешиваем разрыхлитель добавьте сразу в муку а затем все вместе просите в миску со взбитыми яйцами замешиваю мягкое тесто тесто должно получиться довольно густым посмотрите какое густое если же у вас оно получилось более жидкое не волнуйтесь это всегда можно исправить добавление муки муки всегда может потребоваться чуть больше чуть меньше это зависит от разных факторов может быть яйца в этот раз немного крупнее оказались а также все может зависеть от сорта муки от производителя а может зависеть от влажности воздуха сегодня поэтому не переживайте за это отставляем пока тесто в сторону а сами займемся яблоками разрезаю пополам обязательно удаляйте вот этот хвостик там зачастую скапливается грязь которую не вымоешь под струей воды поэтому всегда вырезаю ее ножом удаляю сердцевинку кожицу яблок очень удобно чистить с помощью овощечистки получается очень быстро и кожица снимается очень тоненько убираем все лишнее нарезаем яблочки мелким кубиком конечно можно их натереть на крупной терке но когда они нарезаны как больше чувствуется текстура сначала получаются ромбики а потом я их режу помельче на маленькие кубики яблоки сразу добавляю в тесто чтобы они не успели потянуть добавляю 1 чайную ложку корицы корица это специи а специи мы кладем конечно же по вкусу так как у меня корица цейлонская она более светлая обладает более мягким ароматом сладковатым вкусом она очень полезная поэтому ее можно положить побольше если же цейлонской корицы нет есть кассия из китая она более темная и у нее аромат и вкус более резкий тут уже смотрите по своему вкусу какой аромат я уже чувствую обалденный лопатка у меня уже не справляется поэтому возьму ложку перемешиваем тщательно и хорошо как видите яблок очень много два небольших яблочко вполне достаточно я бы сказал прям даже дофига противень застелите пергаментом печенье можно выкладывать при помощи ложки а можно руками но чтобы тесто мягкой не липло к рукам смажьте их растительным маслом из теста формируем круглые шарики размером с грецкий орех и выкладываем их на противень чтобы тесто не липло к рукам можно смочить их в воде или смазать маслом у меня получилось ровно 15 печенюшек они все примерно одинакового размера ставим наши заготовки под печенье в духовку и выпекаем при 180 градусов примерно 12-15 минут достаем наше печенье из духовки вы только посмотрите как она красиво зарумянилась стала таким большим и пышным за счет разрыхлителя и сливочного масла а как оно пахнет просто волшебно можете себе только представить перекладываем на тарелку печеньем надо дать хотя бы немножечко остыть ну во-первых чтобы вы не обожгли свой рот но во-вторых чтобы сахарная пудра не растаяла ну что немножечко остыла не могу дождаться чтобы попробовать посыпать сахарной пудрой и еще немножечко ну что оно еще немножко теплое посмотрите какое печенье мягкое а внутри сочные яблочки и невероятный аромат корицы очень вкусно это определенно успех даже лучше чем я ожидал пора ставить чайник а вы сохраните рецепт можете поделиться им со своими друзьями в соц сетях всем огромное спасибо за просмотр спасибо за лайк балуйте себя и своих близких пока пока до новых встреч если уже получилось всем привет друзья вы на канале готовим с вами вы на моей кухне и у меня нет куш принято что у нас начислить с помощью овощечистки картофелечистки она кстати более у вас не справляется не справляется на тарелочку нет еще 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 раз. Чего?